Кто завоевал титул супермодели 2024? Осторожно, змея! Нужна помощь? Приходи к нам, клиника психологической помощи КФУ. Всем привет! В эфире универ новости, а в студии Гульшат Губайдулина. Сияние фарфоровой кожи, грация движений, уверенный взгляд, слияние красоты и таланта – все это в одном незабываемом событии – конкурс Fashion Woman в Казани. Победу в номинации «Супермодель» одержала студентка третьего курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций сотрудница Казанского федерального университета, корреспондент информационной редакции телеканала «Универ ТВ» Кристина Отекина. Совсем недавно подвели итоги конкурса красоты и таланта Fashion Woman 2021. Одной из финалисток стала Кристина Отекина. Кристина, расскажешь нам о том, что было в закулисье? На самом деле у меня есть очень много чего рассказать, поэтому не переключайтесь. 2 апреля в ТРК «Корстон» прошел самый яркий, фееричный, пятый, юбилейный сезон конкурса Fashion Women 2024. Это элегантное и стильное мероприятие объединило уникальные таланты и прекрасные образы, демонстрируя обаяние и утонченность современной женщины. Участницами конкурса стали девушки и женщины от 18 до 50 лет, как приехавшие к нам из разных городов от Сочи до Самары, так и жительницы Казани. Кристина Отекина, студентка и сотрудник Казанского федерального университета, участница и обладательница титула «Супермодель 2024». На самом деле, изначально я расстроилась, потому что я рассчитывала на, скажем так, призовое место, вице-мисс, вторая вице-мисс и просто мисс, но для меня стало открытием, потому что три девушки, также в том числе и я, и две мои подружки, выиграли участие в международном конкурсе красоты в Албании. Для меня это очень крутая новость, потому что я, честно, очень сильно боялась. Это мой первый конкурс. Обворожительная, легкая и манящая. С самого детства главной мечтой Кристины было попасть на сцену, стоять под светом софитов и ловить на себе взгляды восхищенной публики. Но она не просто мечтала о сцене, а готовилась к ней. Танцы и спорт, вокал, написание стихов и авторских песен – это только минимум увлечений и хобби. Вообще, я из небольшого военного городка под Саратской областью, и даже если я мечтала о большой сцене, я никогда не думала, что действительно окажусь на подобном конкурсе красоты. И даже если я в детстве занималась танцами, пела песни, также писала стихотворения, в дальнейшем писала свои авторские песни, никогда не задумывалась о том, что действительно буду стоять на сцене, мне будут вручать корону, ленту заветную. И это реально очень круто, когда твои мечты воплощаются, и у тебя есть к чему расти и к чему двигаться. Дни упорной работы, тренировок, примерок, творческого вдохновения. За кулисами кипели женская энергия и страсть к совершенству. На протяжении недели конкурсантки проходили самую настоящую трансформацию. Йога-практики, мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству, визажу, тренинги с психологами и сексологами. На подиуме Fashion Women совершилось самое настоящее волшебство. Модные показы, творческие выступления, великолепные образы и драгоценные наряды превратили мероприятие в настоящее шоу. Это не просто конкурс красоты, это действительно целый трансформационный проект, потому что в течение примерно 7 дней мы с девушками, с прекрасными женщинами готовились к этому дню, к самому важному финалу. И это была не просто подготовка из серии, пройтись красиво по подиуму, как-то красиво себя показать, а именно внутренние изменения. То есть у нас было очень большое количество практик, практики с психологами, с сексологами. Также мы прорабатывали своего внутреннего ребенка. То есть это даже не столько как внешние изменения, не столько как внутренние. И в самом деле эти встречи очень помогли настроиться на краски такую вот энергичную женственную, скажем так, команду, потому что за эти 7 дней я действительно увидела изменения. Острые глаза жюри пристально наблюдали за выступлениями участниц, оценивая не только облик и стиль, но и элегантность, харизму, умение выразить свой талант и уникальность каждой дамы на сцене. Выступление состояло из пяти дефиле. Первая – визитка. Наши милые леди рассказали о себе поподробнее, а мы, в свою очередь, познакомились с ними поближе. И четыре дизайнерских – домашний текстиль, стрит-стайл и два вечерних. Изначально те, кто был на конкурсе, уже являлись финалистками. У нас всего было 22 прекрасных девушки. То есть, по сути, все участницы, которые завелись на конкурс, являлись уже финалистками. И непосредственно из них выбиралось, по-моему, 13 номинаций дополнительных, и основных как раз таки мисс и миссис. Партнерами проекта стали специалисты самых разных сфер. Инструкторы йоги, основательницы бренда парфюмированной косметики, мастерских ручной работы, студий правильного питания и многие другие. Одна из финалисток также являлась и официальным спонсором. К слову, их было более 40. Именно они стали наставниками для очаровательных участниц и вместе с ними проходили неделю трансформации. Вот также у нас были подарки от наших партнеров непосредственно. Там их, по-моему, около 50 партнеров. Это, на самом деле, очень большое число, потому что на первом конкурсе было всего 9 партнеров. Ну и в целом самоучастие, сама трансформация, которую я пришла за этот конкурс, она, мне кажется, самая ценная. Важно отметить, что финалистка конкурса красоты и талантов Fashion Women 2024 Кристина Отекина, пусть и не стала обладательницей заветных гран-при, однако своей утонченностью, изяществом и бесконечной грацией выиграла возможность выступить в следующем этапе на конкурсе красоты в Албании, где девушка будет представлять один из регионов России. Ну что, Кристина, тебе понравилось участвовать в конкурсе? На самом деле, да, потому что этот конкурс, он не просто про корону, ленточку, все красивое, платьюшко и так далее. Это больше про внутреннее состояние. И за эту неделю, за этот день финальный, я поняла, что действительно стоит к чему расти и есть к чему расти. И это реально очень крутая возможность для девушек, поэтому, если что, советую каждой поучаствовать и принять в этом участие. И пусть конкурс завершился, это еще далеко не конец. Елена Хугаева, Елизавета Газитянова, Универ Новости. В Татарстане с приходом весны начали просыпаться змеи. Первых присмыкающихся обнаружили возле родника деревни Маняус, Ознакаевского района. Ближе к маю активность змей начнет расти, особенно в этот период опасны гадюки. Их яд наиболее токсичен весной. К тому же они бывают агрессивны после спячки. Теплая погода позволяет проводить время на природе, выезжать на дачу и гулять в лесу. Только вот отдых могут прервать любители погреться на солнышке, которые уже повыползали из своих убежищ. В Татарстане начали просыпаться змеи. Первые особи были замечены в Ознакаевском районе. Об этом сообщает Госкомитет Республики Татарстан по биоресурсам. Специалисты отмечают, что в появлении змей нет ничего необычного. С приходом весны начинается активность многих животных, пресмыкающихся и других видов. Поэтому поводов для переживания возникать не должно. На данный момент времени отмечены случаи появления змей в юго-восточных районах Республики Татарстан, поскольку там климатически более прогреваемые участки наблюдаются, то есть теплее, значительнее, чем, допустим, в северных и западных районах. Отсюда и более ранний выход этих животных из спячки. Местные жители отмечают, что змеи становятся более активными и видимыми именно весной, так как при смекающемся нужно восстановить свои силы после зимних месяцев. Несмотря на то, что встречи с ними могут вызывать опасения, эксперты призывают сохранять спокойствие и осторожность, так как большинство из них не представляют угрозы для людей. В нашей республике обитают четыре вида змей. Это два вида гадюк и обыкновенный уш и медянка. Оба вида гадюк, они внесены в Красную книгу, то есть это животные, которые нуждаются в охране. Несмотря на то, что они могут представлять угрозу для здоровья человека, опасности, если человек сам их не провоцирует, они не представляют. Обыкновенный уш встречается по всей территории Республики Татарстан, встречается иногда и в городе. Это самая наша массовая змея. И обыкновенная медянка. Это тоже редкий охраняемый вид. Змея достаточно редкая. Несмотря на то, что народная молва приписывает ей агрессивность, она представляется опасным человеком, на самом деле эта змея абсолютно не ядовита. Все эти случаи укусов человека этой змее, они связаны опять-таки с необходимостью самозащиты. Несмотря на то, что большинство змей, обитающих в Татарстане, не представляют угрозы для людей, жителям Республики все же стоит быть внимательными, так как гадюки после выхода из спячки могут быть агрессивными. К тому же их яд сейчас наиболее токсичен. Происходит это из-за непрогретой почвы. Змея испытывает страх, что не может скрыться от человека. В случае нападения пострадавшему нужно сразу же обратиться к врачу. То есть самолечением заниматься не нужно. Но если, допустим, у вас нет возможности достаточно быстро обратиться за помощью квалифицированной, что вы можете сделать? Это поместить больного в тень, обеспечить ему покой, то есть желательно, чтобы он не двигался. Ранку нужно обработать чистой водой, мылом, смазать каким-нибудь антисептиком, наложить повязку стерильно и дать ему обильное питье и желательно какие-нибудь антигистаминные препараты, типа супрастина, например. Несмотря на бугающее поведение змей, специалисты рекомендуют жителям сохранять спокойствие и не прибегать к радикальным мерам. Если змея оползет на вас, просто уйдите в сторону. Вполне возможно, что вы находитесь на пути миграции этих животных. По словам экспертов, змеи не нападают на людей первыми. Поэтому, отправляясь на природу, необходимо внимательно смотреть под ноги. Валерия Котова, Елизавета Газизянова, Александр Антонов. Универ новости. В Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования уже несколько лет активно работает клиника психологической помощи студентам и преподавателям. Как осуществляется помощь и как можно за ней обратиться, расскажет наш корреспондент. Студенческие годы – период профессионального становления, который может сопровождаться различными кризисами, способными изменить или снизить уровень психологического благополучия. Но что же происходит дальше? Снижается эффективность учебной деятельности, возникают психосоматические расстройства. Бороться самим бывает тяжело, однако многие и вовсе закрывают глаза на эти проблемы. Такое бывает из-за страха, ведь кто-то может подумать о вас в негативном ключе. Однако самый первый шаг на пути к своему дзену – конечно, обратиться за помощью. Совсем не обязательно тащить на себе весь нелегкий груз. Невозможно сказать, что именно используют психологи. Разные техники мы применяем и в тренинговой работе. То есть в зависимости от запроса клиента. Это уже исходит из того, что выбор техник, самих непосредственно, как домашних заданий, даже тех заданий, которые мы даем нашим клиентам, студентам, сотрудникам, зависит от их запроса. Непосредственно от их самого запроса. И уже под этот запрос психолог подбирает все это. Студенты относятся к отдельной социальной группе общества, а значит и отношение в работе с ними должно быть соответствующим. Методы работы психолога зависят от его личностного подхода и направления. Профессиональную помощь оказывают исключительно квалифицированные и подготовленные кадры, ведь каждый понимает – нет права на ошибку. Что стоит обратить внимание? Конечно, на резкие какие-то изменения в поведении, которые происходят, которые могут быть у человека, у обучающегося у нас. То есть резкий перепад, например, настроения. Если начальник человек был довольно стабильный эмоциональный, он такой проявлял, да, и в целом поведенческие реакции его были какие-то агнотипные, и вдруг резко происходят изменения в сторону, например, негативную, но не всегда. То есть это может быть и пониженный фон настроения, то есть резко, например, студент у нас, что, ну, переходит сразу в такое депрессивное состояние, долго не появляется на занятиях. То есть это вот такой вот объективный признак, в котором точно можно понять, что что-то происходит. Поддерживает студентов и преподавательский состав клиника самыми разными способами. Групповая работа предполагает проведению тренингов личностного роста, по командообразованию, раскрытию творческого потенциала, повышению социальной активности и многое другое. Еще одно направление работы клиники – индивидуальное консультирование студентов. Очное, телефонное, посредством интернет-ресурсов. Кроме того, работает телефон доверия для оказания экстренной психологической помощи, снятия эмоционального напряжения, информирования о службах помощи и многого другого. Методы работы очень обширны в психологии, как такой огромный, огромный отрасль науки и практической деятельности обладает большим количеством разнообразных подходов. То, что применяется в работе со студентом, это все очень разнообразно и всегда зависит от случаев, с которыми приходят человек. Один из фундаментальных вопросов, который волнует человека при общении к психологу – конфиденциальность. Психолог должен обеспечить защиту, достоинство и благополучие пациента. Так и студенты при обращении за психологической помощью не хотят, чтобы их данные были оглашены. Мы все подписываем договоры, их было у нас в наших должностных обязанностях. Это прописано, что сохранение конфиденциальности, и это первый этический принцип вообще всех психологов, которые работают в абсолютно любых сферах, особенно в сфере консультирования, конечно же, это сохранение персональных данных. То есть это, по сути, закреплено и практически на законодательном уровне, мы с этим имеем дело. Ну и, конечно же, здесь мы даем такое вот про сохранение конфиденциальности. На первую встречу, когда у нас студенты приходят, не только студенты, но и сотрудники в нашу клинику, мы им это право даем, потому что что происходит, то, что происходит сейчас здесь в кабинете, психолога остается здесь, естественно, да, и никакие данные, кроме психолога и клиента, они никуда дальше не идут. То есть это все сугубо конфиденциально. Обратиться за помощью студенты и преподаватели Казанского федерального университета могут через личный кабинет, напрямую через Институт психологии и образования или по телефону 689-96. Клиника работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Дорогие студенты, не забывайте о своем здоровье, как физическом, так и ментальном. Берегите себя и своих близких. Елизавета Мошкина, Тимур Ахметов, Карина Саяхова. Универ Новости. На этом все. В студии была Гульшат Губайдулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»